Привет-привет, любимые и дорогие зрители! Я, честно сказать, и Вовчик. Мы тут работаем в две руки и в четыре лапы. Не успеваем за всеми подвигами сотрудников центра комплектования. Буквально недавно я рассказывал вчера о том, что у них там был конфликт с таксистами. Так, тут уже новая, мягко говоря, полная вот эта видеозапись. Я здесь кусочки какие-то, конечно, вставлю по возможности. Она будет в телеграм-канале моем. Ссылочка будет в описании. Переходите, друзья, посмотрите, если кому-то интересно. Это в полном объеме это видео. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. События происходили с 7-12-23 года. Термальные источники Косина. Я так понимаю, никогда там не было. Это где-то Закарпатская область, Западная Украина. Соответственно, друзья, туда заехала группа. Группа из вооруженных сотрудников в амуниции соответствующей, в касках, в бронежилетах, с автоматами. Ну, я думаю, Закарпатская область там где-то тысячи и тысячи каких-то километров до линии соприкосновения. И есть необходимость действительно сотрудникам центров комплектования, вот этим полицейским, которые вместе с ними в купе работают, ходить на вручение повесток, такую важную процедуру, как с автоматами в бронежилетах, в касках. Потому что, ну, там, наверное, те пожилые люди, которые там поправляют здоровье, они действительно могут оказать, наверное, вооруженное сопротивление. Ну, я думаю, хотя вообще, друзья, вы прекрасно понимаете, зачем они это делают. Это просто элемент запугивания гражданского населения теми людьми, которым дали какую-то власть, дали автомат. Никаких законных вообще оснований для того, чтобы вот это устраивать у нас не существует. Далее я хочу заметить, что они проникли, естественно, на территорию и стали там запугивать сотрудниц, стали запугивать этих девочек, которые там работают. А она боится, она говорит, я тут, я тут усе. Открывай мы, сказал. И что, не бачу, кто тут стоит, что ли? Ну, такое морло, честно говоря, какое-то пришло, будем говорить честно. Она чуть-чуть ему вот так вот власти дала, она всю жизнь в говне ковырялась. А тут она, и власть она получила, и она теперь начинает решать, кому жить, кому умереть, с кого денег взять, а кого отправить туда вместо себя воевать. Хотя оно же всю жизнь было военным, и оно должно вообще на самом деле там первое стоять и воевать. Оно договорилось. Ну, мы же понимаем, что у нас коррупцию никто не отменял, порешало себе, сидит в тылу за тысячи километров. И думает, ну, надо же как-то заработать денег, ведь скоро Новый год. Новый год же, у нас говорится. И поэтому они решили устроить вот эту вот акцию запугивания. Там, кроме того, хочу заметить, они там пошли по этим сайлнам, по этим баням, по этим источникам. Начали оттуда вытаскивать людей, запугивать всех оружием. Ну, просто какая-то махновщина, вообще какой-то коммунизм военный или с чем это сравнить. Но это ни хрена не правовое государство. В правовом государстве такое не должно быть. Военные не имеют права наставлять оружие, запугивать людей гражданских. Кроме того, в дальнейшем там еще выяснились крайне интересные обстоятельства. Они заключаются, вот сейчас в чем постараюсь сказать. То, что там был какой-то адвокат, который представлял интересы данного комплекса. И там было сразу целых два начальника центра вкомплектования. Так они на него напали, еще его и побили. По той информации, которую я читал в средствах массовой информации. То есть, людям полностью развязали руки, сказали, делайте все, что хотите. Устраивайте вот эту махновщину, устраивайте этот красный террор. Но, ну, не знаю, что но. Какая в этом цель, я до конца не понимаю. Кроме той цели, чтобы заработать денег. Мое вообще сугубо мнение по данной ситуации. Зачем делаются эти запугивания? Понятно, что для мобилизации это ноль без палочки. Потому что они пришли и начали пожилых людей, этих девочек запугивать. Да они там все больные, они там все в возрасте. Или девочки, женщины, ну, вряд ли пока еще нету пока закона. Хотя об этом говорят, мы в ближайших выпусках об этом поговорим. Чтобы женщин тоже призывать и мобилизовать. И, соответственно, вот эта вот наша власть в виде военных, они решили подзаработать, как я уже сказал, денег к Новому году. Это все устраивается специально, я уверен, чтобы и этих, и всех остальных, чтобы видели. То есть, попросту это рэкет и терроризм. С целью зарабатывания денег. Они приходят туда, приходят с оружием, запугивают мирных людей. И, как говорится, там давайте какую-то копеечку, чтобы не было. Ну, чисто схема из 90-х годов. Может, там кто-то из этих военных тогда жил, был. Ну, может, как я был, моего возраста, может, чуть-чуть постарше. Где-то что-то слышали, видели. И, соответственно, эту схему они решили в жизнь воплотить для просто тупо зарабатывания денег. Потому что для мобилизации, честно сказать, я сомневаюсь, что это на что-то повлияет. То есть, мы идем по какому-то такому сценарию, что наша страна катится в какую-то бездну. То есть, идут вот эти какие-то личности, которых нет ни закона, никаких полномочий, ничего. Я хочу заметить, вот нас там говорят СБУ, СБУ, то, СБУ, все. То есть, СБУ, когда кого-то задерживает, у них есть целая куча документов. Они открывают уголовное дело, у них там есть ухвалы, у них есть определенные они действия, которые они пытаются это все делать хоть в каком-то законном виде, хотя бы придать его внешне. А эти? Им и не надо. Зачем им какое-то законное действие? Они попросту берут, идут, устраивают то, что они там устраивают. Это все прекрасно видно на видеороликах. Огромное количество людей вооруженных идет просто для зарабатывания денег и запугивания гражданского населения. Единственный вариант, который я в этом всем вижу. Хочу заметить, дорогие друзья, еще кроме того, что есть такой Михаил Подоляк. Михаила Подоляка. Он работает на офис президента. И он давал определенное интервью, давал комментарии по поводу того, что у нас будет происходить с мобилизацией. Давайте немножко его заслушаем тоже в этом выпуске и я прокомментирую. Будет изменена пропагандистская складова мобилизационных процедур. Другая складова. Будет больше актуальной информации, что до того, как человек будет готовиться к соответствующей участии в боевых действиях. Ну, то есть, что мы видим, друзья, перед собой? Двое мужчин призывного возраста с хорошим физическим здоровьем рассказывают, как кому-то там, ну, кому-то, не им, боже упаси, им нельзя, они нужны, должны как люди идти воевать. И он рассказывает о каких-то составляющих, о складовых, как он сказал. И третья складова, еще раз подкреслю, очень важная. Держава мает себя защищать. И мобилизация будет складной, но необходимой. Обязательно. То, что мы видим в последнее время с мобилизацией, это значит, что она сложная и необходимая. Необходимая и сложная. Это значит, когда человека, как в каменном веке, в каком-то, не, в каменном такого не было, не будем боехать, в средневековье, берут, я уже это не раз говорил, отлавливают на улице, похищают, забирают телефон, применяют к нему физическую силу. И говорят, ты будешь, тебе выпала честь воевать, чтобы защитить нас. То есть вот эти военные, которых вылавливают, они, чтобы самим туда не идти воевать, им дали план. Плюс денег, конечно, заработать, будем говорить, честно, мобилизация, такое дело, что денежное, будем говорить. И они говорят, вот выпала тебе честь. Это, я так понимаю, вот это, по его мнению, третья составляющая. Хочет, знову ж таки, цего кто-то, ну, потому что это трошки дивно выглядит, так? Вы хотите жить в вольной стране, где вы можете себя поводить, как вы хотите, и не хотите при этом... Но кто-то это мое вам забеспечить, да? Да, кто-то мое забеспечить, не хотите вкладаться в защиту этих правил, которые вам подобаются. Ну, так у них есть возможность у обоих вложиться в защиту этих правил. Взять и вложиться, снять этот костюм этому ведущему, подалеку снять его, эту кофточку непонятную, непостиранную, и пойти, соответственно, вложиться уже наконец-то, показать, как надо. Потому что вот это все то, что происходит, когда мобилизация для бедных, а богатых это никак не касается. Я не думаю, что это как-то положительно сказывается на нашем обществе. Если бы родственники этих всех воевали, их друзья, знакомые, они бы воевали, может быть, у людей было по-другому отношению. А так уже, честно сказать, все уже про это, ну, уже все, все. Потому что, еще раз подкреслю, Росия, когда сюда прийде, все эти люди будут выглядеть трошки иначе. Они не будут ходить собі спокойно по улицам, не будут себя поводить так, начебто ничего не стало. Поэтому нужно усвідомить это. Может ли государство это объяснить? Еще раз подкреслю, сегодня готовится другая программа, что до того, как мы должны говорить про мобилизацию, про рекрутинг, какие функции должна выполнять государство, какие должна быть на себя обязательства, и как она должна работать с людьми, которые, соответственно, не совсем понимают, что такое война, и до чего эта война, если она не будет правильно финализована, может привести. Ну, честно сказать, в основном какой-то набор слов, но суть такая, что они рассчитывают за счет какого-то рекрутинга. Вот это вот когда были те случаи, когда кого-то там в бусик пакуют, это, наверное, рекрутинг или вот эта смарт-мобилизация. Вот это то, что в начале видео я показывал, что можете меня в Телеграме в полном объеме постоять. Это смарт-мобилизация и рекрутинг, когда приходят автоматчики с балаклавами, с закрытыми лицами, и начинают что-то там, какой-то движ создавать с, понятно, я думаю, всем целью. Вот такая вот мобилизация. Единственное, что я хотел вот понять для себя, когда уже у нас будут вот такие вот люди выходить, вот как вот, посмотрите специальный видеоролик, когда у нас уже вот это начнется. Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самые ценные, самые дорогие нашего любимого родного товарища Сталина. Вот такая, друзья, честно сказать, неутешительная, будем говорить, картина. Вначале эти действия, центры конфликтования на Западной Украине, потом эти рассказы какие-то непонятные, полупонятные подалека, но он же обещал, будем разъяснять, ну, посмотрим, что там они разъяснят. Вот такой вот получился выпуск. В конце хочу заметить, что я являюсь по-прежнему юристом, и если кому-то нужна моя платная консультация, ссылочки для связи со мной будут в описании. На этом прощаюсь с вами, желаю, конечно, всего самого наилучшего, мира и добра. Я с ганьбою жити не буду. Завтра пойдем разом вперед. Если куля в лоб, то куля в лоб. Но честно, справедливо и смелливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok